Процесс пошел. Так, так, видно меня, а не видно тебя. Сейчас настраиваем. Так, вопрос какой был? Какой был вопрос, я не помню. Я просто не знаю, с какого момента оборвалась. По фирме. Вопрос был по поводу договоров, я так понимаю. Да, скидку можно ли получить? Как вот эти все моменты происходят? Этот договор нужен для того, чтобы, когда у Амазона есть внутренние метрики и внешние метрики продавца. Вот внешнее – это то, что видим в аккаунте, а внутреннее – это то, что видит только Амазон. Он так называемый маленький черный блокнотик Амазона. И, ну, есть боты. То есть, да, не секрет не для кого, что Амазон больше, чем автоматизированная система. И как только собирается достаточно триггер для того, чтобы сделать поясную проверку аккаунтов, она происходит, и тогда начинают запрашивать инвойсы. То есть, а инвойсы они всегда запрашивают только потому, что кто-то там пожаловался. То есть, чаще инвойсы запрашивают, когда вот сработали триггеры. И вот, когда у нас есть договор, то есть, да, нам можно тогда не покупать какой-то поддельный инвойс, а просто сказать о том, что я работаю по схеме дропшиппинга согласно политике Амазона. Следуя всем правилам, вот, пожалуйста, официальное письмо. И, то есть, у них есть возможность тогда туда позвонить и проверить правдивость информации. Вот для этого, собственно говоря, нужна эта договоренность. Ну, и для того, чтобы не вкладывали чеки, не вкладывали информацию в магазине там и так далее. Понятно. Я же говорю, в плане дропшиппинга это уже высший пилотаж, потому что, ну, это очень много времени отнимает найти таких вот поставщиков, которые согласны работать по такой схеме, и при этом они продаются на Амазоне. Понятно. Мне тогда такой вопрос. Если вот все дропшиппинга так хорошо, чего все лезут, это приватка, конечно, в итоге. В любом случае, какая мотивация у тебя? Слушай, ну, у меня мотивация очень простая, то есть, у меня расписан уже план работы на ближайшие там, ну, пять лет практически. То есть, я сейчас, у меня есть девочка-партнер с Америки, с которой мы еще с ноября там долбаемся со своим товаром, вот он наконец-то скоро приедет на Амазон. Тоже, как бы, упирались в качество. То есть, я запускаю производство в Украине, но цели там и там это узнаваемый бренд. То есть, ну, не так, чтобы там один раз завести, срубить букла и убежать. Нет, то есть, есть уже продуманные товары, которые будут запускаться. То есть, уже знаем, и третий, и четвертый товар, и пятый, и, то есть, уже есть линейка, есть видение о том, как это должно развиваться, куда, и Амазон просто как старт, как стартовая площадка. Ну, собственно говоря, это и цель стать, ну, цель реально стать узнаваемым брендом. Глобально, короче, здесь. Ну, как бы, да, я не понимаю, ну, то есть, для меня это все-таки ближе к реан-лайн-арбитраж, все правят лейбл, когда, да, просто завозят товар без изменений и лепят свое лого и говорят о том, что я занимаюсь Pay. Ну, мы как бы, мы как бы, мы как бы из группы начали учиться, а мы вот с этого учимся, с нашей его, с наклеей. И для меня лично, да, линейка это класс, но я, видимо, не такое количество товаров прогнал, чтобы, у меня вот так не расписано, я не понимаю. Вот, на данный момент у меня, например, нет такой политики, точнее, понимания вот этой ситуации, что я прям вот, у меня разложено прям по полочкам. Хотя, да, хочется, но у меня нет такого. То есть, у меня раз в полгода... У меня, как бы, просто конечная цель это не работать. Нет, это понятно. Для того, чтобы не работать, нужно выстроить все. Я не о целях, я не о целях, я не понимаю, как мне выстроить вот эту вот линейку, то есть, я, наверное, может быть, не сижу в одной нише, я не могу сказать, что я понимаю, например, вот этот будет товар продаваться, этот не будет товар продаваться. Я понимаю, как запустить товар, я понимаю, как вот этот механик работает, но я не понимаю, я понимаю, что намного сложнее запустить ряд товаров. Ряд товаров, да, ну, наверное, я не знаю, но там, понимаешь, я тоже понимаю, дроп, например, дроп, дроп урой. То есть, ты торгуешь на каком-то листинге, который топ-1, там, топ-2, топ-3, и ты такой же в точность товар везешь, по смыслу пускай, но он совсем другой, но он по смыслу, даже приват, и что? И какая разница? Нет, нет, я не знаю, чтобы ты допустил тот товар, который уже там кто-то для тебя продает на Амазоне. Просто, ну, вот, то, что я тебе говорила, когда ты уже понимаешь нишу, и ты понимаешь, что в ней продается, то есть, я на орбитаже завожу товар уже, которого нет на Амазоне. Ну, то есть, до меня его никто там не продавал, но я знаю, что он будет продаваться, потому что я знаю, что, ну, то есть, этот товар востребован на Амазоне. Ну, может быть, вот это вот знание товаров, которые востребованы на Амазоне, я таких товаров, наверное, не знаю, и за это мне сложно понять, потому что я... Ну, а чтобы их узнать, это нужно повариться именно в конкретной нише, и вот, как ты говоришь, прогнать через себя, там... А как, ну, поварился я, поварился я среди десяти, там, открывашек, там, каких-нибудь, там, can opener, поварился. Нет, 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 я тебе не о том, я тебе к тому, что, к примеру, ты выбрал, там, допустим, ну, нишу какую-то узкую под нишу, например, там, я не знаю, организация хранения. И ты прогнал, на дропе ты можешь прогнать через себя, там, ну, пятьсот товаров, посмотри, как они продаются, что люди вообще будут думать, что они пишут и так далее. Я понял. У тебя нет такой возможности на пейт. Да, да. У тебя нет такой возможности. Да, согласен. Потому что это прошедшие деньги, чтобы закросить. Да, согласен. В этом отношении, да, я вот теперь это... Потому что я говорю, я как бы тем же путем и пошел по привату, то есть я прогоняю через вот эти сотни товаров, но у меня они такие разрозненные, каждый же выбирает себе свой, из-за этого меня... Я много знаю обо всем, но вот так, что в узкой такой-то нише не знаю, из-за этого меня сложно, конечно. Ну, я понял, понял, интересно. Ну, вот, в любом случае, то есть, вот, каждое вот это общение, оно интересно в плане, можно о чем задумываться, это самое важное. Вот, а что там дальше будет, верно? Надо дальше смотреть. Да, слушай, я вот недавно брала консультацию Андрея Красильникова просто потому, что мне было важно понять, ну, то есть, мышление, уровень мышления, даже не в плане там уровня мышления, а в плане... Ну, то есть, он мужчина, я женщина, да, у него там, соответственно, вообще другой склад мышления, еще у него другой опыт, потому что он работал там топ-менеджером в офлайне, а я никогда офлайн-бизнес не брала. Ну, то есть, и вот мне было важно понять, как человек мыслит, и действительно подчеркнула для себя много таких интересных вещей, о которых я уже не задумывалась. И, ну, иногда покупаю консультации у американцев, и у них тоже другой вообще склад мышления, ну, то есть, вот, это важно, конечно, обмен опытом, это важно. Согласен, согласен. Потому что такие идеи приходят, которых, ну, даже не думала о них вообще. Ну, к примеру, вот так вот, на скидку мне просто интересно. Что-нибудь такое, что тебя удивило, так скажем? Ну, из последнего. Сейчас, да, такой неожиданный вопрос. Ну, просто, в любом случае, вот реально, чего тебя поразило там такой необычный. Под концовку же можно, а то народ смотрит, смотрит. Знаешь, чаще в голову такого вот прям не приходит сверхъестественного. Ну, это скорее вот картина в целом, потому что, ну, я не знаю, даже кто бы не смотрел, я думаю, ни для кого не секрет, что мужчины и женщины думают по-разному, да? То есть, вот Андрей, он больше мыслит категориями, там, вот как ты, там, конкуренты, математика, там, посчитал. Вот, у меня, допустим, не было этих моментов, потому что, ну, я вообще, как бы, с математикой у меня туго. Экономического образования нет, ну, собственно, и, говоря, законченного никакого образования нет. И я больше двигалась, как бы, интуитивно во всех этих вещах. И для меня, допустим, ну, то есть, был взгляд, ну, должен, там, взгляд на историю сцен, как с этим можно работать, как срабатывать сценами. То есть, для меня, допустим, это был достаточно новый момент такой. Понятно. Ну, интересно. Это так, вот, конкретно, ну, не знаю, ну, ничего просто, шаг в голову не приходит, чтобы, там, конкретно, что-то сказать тебе. Понятно. Если бы ты заранее, да, то просто я бы подготовилась. Да, то то же самое. Не, ну, людей, реально, людей много всяких. Вот, и я просто, вообще, из дропа вообще никого не знаю, практически. То есть, и кто у вас там крутой считается, как-то не крутой. Вот, то есть, мне очень сложно. Нет, Андрей, он занимается арбитражом и private label. Ну, много ребят, в принципе, кто, ну, как, относительно много, да, ну, кто достаточно успешный на Амазоне, и все равно те, кто давно занимались дропом, в основном сейчас, конечно, ушли уже в арбитраж или в PL. Но дроп не может быть самоцелью, потому что как-то все время, получается, занят. То есть, постоянно... Автоматизирует там. Вот, человек как раз спрашивает про автоматизацию. Практически нереально нормально сделать? Ну, передать на аутсорс дроп? Не, ну, автоматизацию. Вот, Алёна, скажите, как вы автоматизируете дроп? Я не занимаюсь сейчас дропом. Ну, то есть, и... Я очень тщательно подходила к выбору вилок, поэтому я в то время дропом занималась сама. У меня даже не было помощников. Ну, как бы, у меня не было в этом надобности, потому что... Я очень тщательно выбирала вилки. У меня никогда не было, там, большого списка листингов. То есть, когда я занималась дропом, у меня, там, очень жесткие были критерии по сбору. Ну, при этом, как бы, ну, то есть... Там, я не знаю, какие такие примеры привести. Ну, к примеру, там, я продавала товары, которые в закупке по 25 долларов, я их продавала по 85 долларов. То есть, соответственно, там, даже 8-10 продаж в день хватала оттуда. Хотел спросить, вот человек спрашивает... По поводу... Антон спрашивает. По черному списку, черный блокнот Amazon, который ты упоминаешь. Что туда вообще входит? Вообще, какие наши косяки всякие? Да, все, что происходит... Вот, ну, мы видим те метрики, да, которые там, ODR, там, Let's Ship and Trade, ну, и так далее, погнали. Вот в Health, который мы видим, это одно. А еще есть внутренние метрики. Допустим, в отзывах какое-то слово промеркнуло. Ну, как пример, человек написал, типа, видно, что ты настоящий, но похоже, но подумал бы, что фейк. Бот не считает, ну, то есть, бот не умеет анализировать, он считает слово фейк, то есть, занесет его в триггер. Потом, допустим, еще какой-то отзыв такой попался. Ну, там, типа, к примеру, там, слово сомнительного качества. То есть, триггер опять схавал его, ну, то есть, бот его схавал, занес в триггер. И, допустим, там установлено две тысячи символов. Ну, все, как бы, то есть, набралось две тысячи символов, Amazon может, ну, либо приостановить листинг, либо приостановить аккаунт для проверки, либо запросить инвойсы. Ну, в зависимости от того, какие триггеры собрались. Потому что будет, ну, допустим, ну, в данных примерах, что я привела, да, будет, как бы, там, типа, бан за несоответствие, бан листинга за несоответствие. Вот. И в такой ситуации, то есть, ну, не было конкурентов, там, которые нажаловали, либо еще что-то. Ну, вот, сработали. Нужно отслеживать, кстати, вот отзывы на эту тему. Потому что бывают позитивные отзывы, но с такими вот словами, которые бот воспримет в некативную сторону. Боты не знаем, что он там воспринимает. То есть, тут сложно сказать, все равно человек. Ну, вот все вот эти вот слова, типа, там, фейк, подделка, там, и так далее, если они встречаются даже в позитивных отзывах, нужно как-то их стараться удалять. Потому что они участвуют вот в этих вот триггерах. А на самом деле никто не знает. Ну, это, как бы, тайна. Ну, понятно. Я вот не хочу, но второй вопрос по поводу оборотов, вот эти в сутки, какой максимум. Ну, это какой-то, это самое, несерьезное. Нет, а я, ну, слушайте, у меня была история в 2005 году, у меня уже была история с СБУ, поэтому я, ну, как бы, никогда не озвучиваю. Я вообще считаю, что это очень глупый вопрос на тему оборотов. Ну, да, я тоже считаю. Потому что имеет значение только, ну, маржа, с которым работаешь, в моем случае, я всегда спрашиваю, какой рой, американцы спрашивают, сколько ты налога платишь. То есть, ну, вот эти вот вещи имеют значение. Да. А сам оборот. Я знаю людей, у которых оборот 200 тысяч, и при этом у них там рой 1%. Ну, какой пункт от этого? Согласен, абсолютно. Второй момент. Ты рассказала очень достаточно подробно по выбору товара, как, что нишу знают. Теперь расскажи нам, как продвигаешь свои лисинги. Не чужие? Я вообще не занимаюсь продвижением. Я, как бы, ну, естественно, как я занималась, я оптимизирую, делаю текстовую оптимизацию. Ну, точно, собственно говоря, пишу лисинги точно так же, как для PL все пишут. У меня же, как бы, проще. То есть, если с лисинга не прошли продажи, то есть, я его просто убираю. Мне нет смысла его рекламировать, у меня же чужой товар. Новый товар. Мы не о рекламе говорим. Вот сейчас ты везешь приват лейбл. Как ты планируешь запускать? Я вообще думала, у тебя хоть консультация. Понятно. Когда он доедет. Короче, идей нет. Ну, вот и все вопросы. Так что... Слушай, ну, на самом деле точно так же, как и все, наверное. Сначала пойду по пути точно таком уже, как и все. А уже дальше есть, конечно... Больше у меня мысли есть в сторону продвижения каналов, сторонних каналов. А о том, как запускаться на Амазон, ну... Я понял. Сейчас я вообще этим вопросом не парюсь. Я думаю, потом взять у кого-то... Слушай, я думала, у тебя потом здесь консультация на тему запуска рекламы. Я понял. Все ясно. По рекламе я тебе вообще ничем не помогу. Ну, в любом случае, расскажу. Ну, значит, Саша Ковалева буду брать. Расскажу, в любом случае, мое отношение к всем этим запускам товаров. Вот. В общем, я не люблю никогда частные вещи. Вот, например, там, хочу в топ попасть. Хочу, там, по PPC 30, там, 20, 10, 1% окоса, там, я не знаю, еще что-нибудь. Вот. Ну, у меня есть, как бы, своя политика. Я ее, как бы, придерживаюсь. И мне пока никто не переубедил ни в чем. Вот. Я периодически колеблюсь. Периодически меня сбивает с путь истинного. Но, в любом случае, в конечном итоге, примерно, придерживаясь одного и того же направления, ничего у меня не поменялось за тот год, которым я… Как я начал с раздачи, вот как я начал, когда я вообще ничего не понимал, что делать, я потихонечку, потихонечку, только тогда купоны это были, все эти вещи. Так, в принципе, я сейчас этим и занимаюсь, на самом деле. Вот. Просто вопрос качества, вопрос продуманности всего вот этого действия. И вот это да. Это да. Много-много всяких… Ну, сейчас надо очень аккуратно с этим. То есть, там надо очень прописывать тщательно алгоритмы для выкупов. Потому что, тоже, это вот наряду с тем, как Amazon развернул большой отдел вот диспута, точно так же очень большой сейчас отдел развернули на тему ловли покупных отзывов. У них прям… Они очень серьезно за это взялись. Там реально, ну, огромный штат людей набрали для того, чтобы это все отслеживать. Ну, это вот буквально недавно стало происходить. Раньше они каких-то там ботов писали, то сейчас там уже было дело огромное. Не, ну, в любом случае, понятно, что они будут работать, они какие-то там группы закрывают в Facebook и так далее, и так далее. Никто не спорят. В любом случае, ну, что делать? Нет, ну, раньше просто, допустим, работало то, что сделал, ну, там, выкуп-выкуп-выкуп, типа, хоп-товар пошел. То сейчас нам тоже эти выкупы чередовать. То есть, ну, не 100% отзывов, не 100% пять звезд, ну, и так далее. Ну, я думаю, что это лучше, чем я. Ну, я тебе честно могу сказать, пока все работало, как раньше. Все остальное, это… Ну, многих… Откуда у тебя эта информация? Понятно, народ сейчас. Кого? Откуда эта информация? Ну, мне просто не понятно. Кто сказал? Мне уже так несколько… Ну, наверное, человек 6 за последнее время написали, что вот сделали выкуп, и потом их забанили. Ну, лисинку забанили. Не аккаунт, а лисинку. Пускай они мне напишут просто. Я такого… Вот честно могу сказать. У нас в запуске десятки людей. Ни разу ничего не было. А продвигаем… Ну, с Сергеем мы, наверное, сделали отзывы, выкупы. Уже не надо уточнить. Ну, я думаю, как минимум там, ну, за последние, например, там, когда мы же говорим о последнее время, это июнь-май, ну, наверное, человек 200-300. Ни у одного. То есть, я не знаю, понимаешь, это люди, наверное… Ничего не буду говорить, потому что я сама с этим не сталкиваюсь. Хуть-фу, я это самое даже хочу, потому что я сейчас сам свои товары абсолютно так же запускаю. Я понимаю, что идет за этим как бы напряг и предупреждение и всякое остальное кому-то, наверное. Ну, не надо забывать, да. То есть, надо с умом все это делать. И я всегда призываю, давайте больше, больше, больше людей, больше рандома, тогда больше безопасности. Ну, и конечно… Слушай, ну, я тебе могу сказать, вот, исходя своего арбитражного опыта, что мне кажется, что значение узова, оно преувеличено, больше имеет значение просто количество продаж. Потому что, собственно говоря, на БСА только количество продаж влияет. арбитражный опускается, вот две-три продажи прошло и все, и потом он начинает уже перейдеть дальше сам. Об этом мы и говорим, что мне на звезды наплевать. То есть, на данный момент… Нет, ну, когда на звезды… Я выкуп, я выкуп делаю, нет, я выкуп делаю, выкуп, выкуп делаю. Я его выделаю исключительно по определенной фразе. Вот. То есть, мне нужна определенная фраза. Не просто так вот там, туда-сюда. Я понимаю, что тут многие, все спецы… Я реально с огромным количеством общался, все все знают. Ну и удачи, я против ничего не имею. Вот. Так что, определенная фраза, надо эти дела с выкупа. Вот. И, соответственно, я по ним и двигаюсь. Отзывы, они сами подтягиваются. Амазон сейчас там… Раньше пропускал 90, там, с лишним процентов отзывов. Сейчас пропускает там, может, я не знаю, 50-70%, например. Ну, что приходит, то приходит. Сейчас мы это все компенсируем, не верифаем, который я, например, там… Где-то там… Ну, год, например, я там… Спорю, что он нужен, насколько не нужен верифай. Сейчас я к этому перешел, к верифайу, потому что очень многие конкуренты с большим количеством отзыва. На что верифай помогает? Ну, могу сказать одно. На продвижение не могу сказать, хуже точно не становится. Не верифай вот эти отзывы. Но однозначно лучше становится в том плане, что нас не считают такими уж жесткими новичками. И когда мы набираем, там, за первый месяц, за первые, там, два месяца, там, 200-300 отзывов. Ну, идем, идем, двигаемся, двигаемся. То есть, человеку… Слушай, ну, я понимаю, что отзывы еще в индексации участвуют? Конечно, все, все участвует, все участвует. Даже не верифай, отзывы влияют на все. То есть, ты сама только что говорил про триггеры. Я тебе могу сказать то же самое и про звезды, и про положительные действия. То есть, все влияет. Просто вопрос соотношений. Если раньше виш-листы работали охеренно, то сейчас они не охеренно работают. Ну, или вообще их просто вот тупо виш-листы, может, обрезали и все. Там корзину, я не знаю, что они там сделали. Но в любом случае… Слушай, ну, Амазон уже не просто так вел один из видов банов, который, можно сказать, недавно появился. Это заманипуляцию Амазона. Вот такая формулировка. Причем это буквально вот, я не знаю, три или четыре месяца назад он впервые появился, и потом он стал очень частым. Вот до этого такой формулировки не было. за манипуляцию Амазоном… Ну, я не знаю, нам за манипуляцию что-то там присылали за все время один раз, два раза. Один раз сто лет назад там какой-то чувак запалился. Вот эти все манипуляции как? Это просто какие-то, ну, я не знаю, обзорщики там, кто там на отзывы берет, косячит как-то, берут у всех подряд там, какая-то связь идет. Вот. В этом отношении. И еще вот недавно один вот такая вот штука приходила, письмо, что сказали. Ну, прекращаем, да и все. Вот. Ну, вот и все. Ну, это я говорю, ну, это разговор о сотнях, тысячах отзывах. Не то, что там, юмэ, там один, два, три, знаешь. Из-за этого я спрашиваю, мне интересны просто люди. Вполне возможно, что они пользовались чьими-то услугами, вот, таких, ну, как сказать, плохих каких-то ревьюеров, что ли. Может, мне просто самому очень важно, интересно, за что именно. Не с того, что я там им решу проблему, но, может быть, просто пообщаться что-то на будущее, понять для себя, для них, может быть, что-то им какая-то польза будет от этого. Потому что я говорю, я еще такого не встречал из-за этого. А то, что отделы открывают, ну, пускай открывают. Что? Ну, что сделать? Они в любом случае борются, они в любом случае что-то пытаются сделать, но если у нас было бы тысячи людей, которые могли спокойно делать выкупы и не было связи. Просто если мы сейчас запускаем 10% от партии, 500 штук, 50, например, выкупов надо сделать. И таких 10 человек. Мы же не наберем 500 разных совершенно ревьюеров. Естественно, будет пересечение вот этих вот. Естественно, робот будет каким-то образом все это ловить. Наверное. Ну, вот такая вот история. Из-за этого сейчас не верифай идет как бы еще более популярным в плане увеличения количества отзывов. Потому что я не стремлюсь за звездами, например, у верифай. Такое ощущение, скоро будем делать левые аккаунты. Вот верифай делает, грубо говоря, такие отзывы. Скоро будем делать левые аккаунты. Я знаю просто, кто делает. Вот. Левые аккаунты для выкупов. Просто выкупы. Не то, что за звезды, а именно для того, чтобы продвинуть свой товар. Вообще без ничего. И за это я вообще не стремлюсь там, чтобы мне звезды пришли. Я выкупы делаю, вот эти искусственные, для того, чтобы продвинуть товар. А не для того, чтобы получить звезды. Вот и все. Ну, вот так что такая вот история. И здесь надо как бы это понимать. Ну, то есть, а то, что PPC, но PPC сейчас конкуренции нет. Ну, то есть, практически никто не продвигает. Я вам чуть-чуть вот просто подытожу. Вот PPC. Конкуренции сейчас по продвижению нет. Ну, то есть, практически никто не продвигает. Я не знаю там. Кто продвигает? Очень малый в любом случае. Мы в том числе сейчас вот занялись этим продвижением. В четверг, кстати, будет у нас по этому поводу live. Подытожим за там 10 дней там, за сколько мы там смогли сдвинуть, не смогли и так далее. Вот. По неверифай расскажем, чем они отличаются. Потому что неверифай отзывы абсолютно все разные. Вот. И есть у них жесткие косяки, на самом деле. Вот. Ну, ладно. Смысл такой, что по поводу PPC. Цена подорожала в любом случае, потому что другого способа нет. Цена подорожала, конверсия упала. По крайней мере, из того, что я знаю. Вот. Из-за этого я к PPC, знаешь, как отношусь? Вот когда… Ну, как сказать. Вот PPC для меня лично это то же самое, что и, например, написать лисинг. Давай я курс устрою по написанию лисинга. Человек там соберу и там по 500 баксов. И вас научу лисинги писать. Вот. Я так же PPC отношу. Или давайте я научу лисинги писать. Что еще? Фотографии делать. У меня есть человек, который фотографии делает. Давайте тоже курс делаем по тому, как делать фотографии. Это абсолютно ничего такого. Я просто смотрю, что Amazon сейчас очень сильно обрезает все, ну, текстовые все части. И, ну, то есть, я, как бы, в принципе, согласна с тем мнением, что это делает СОК для того, чтобы продвигать PPC. Ну, да. То есть, они в любом случае… Amazon, как бы, сам продвигает свою идею, как бы, и дорожание сейчас… Пускай они PPC настроят, чтобы нормально работать. Я не хочу учиться тому, что там все закрыто, никто ничего не знает и на домыслах людей. Мне это не интересно. Но это лично мое мнение. Слушай, я тебе скажу. Вот я, когда занимала СЕО, но это был далекий 2005-й год. Да, для Украины, допустим, это… Я не знаю, как у вас, но для нас это было в жуткую диковинку. И мы работали со штатами. То уже в 2006-м году появился тогда был первый СЕО-форум в Москве. И, ну, естественно, как бы, все, кто занимался более-менее этим серьезно, поехали на этот форум. То, ну, точно так же, как и все, и я, хотя я была одна из, наверное, самых там старожил, естественно, никто какими-то такими реальными фишками не делился. Вот только тем, что… Ну, вот на слуху хотела, да. Да, это понятно. То, что тогда, вот, допустим, появилась, да, эта модная тема «Черных сервеев», и, ну, там, это еще было не массово, писали там свои собственные программеры и так далее. То есть вот этим никто не делился. Ну, это вот тебе сейчас по продвижению, по продвижению никто делиться не собирается. Как написать не верифая отзывы, никто делиться не собирается особо. Это понятно. Я тебе говорю сейчас про PPC, то, что туда реально всех вгоняют. А какие-то, вообще-таки, вот, тончайшие нюансы никто… А какие там тончайшие нюансы, когда там три кнопки, емое. Вот пускай они сделают там, как Google, там, AdSense, грубо говоря, как он там называется, там, или Яндекс, метрику, грубо говоря. Пускай. Я первое место хочу, я за эти бабки заплатил. Мне не надо, чтобы Amazon думал, ты заплатил пять баксов, но твой товар плохо продается, и я тебе на первый номер один не покажу. Понимаешь, вот это вот домыслы, как это добиться, мне это не нравится. Я из-за этого и говорю, как есть, я не скрываю. Я к PPC отношусь как к классному инструменту для определенных действий. Я не отношусь к PPC, и когда ко мне люди, многие приходят, или там, у нас там кто консультируется, говорят, а расскажите нам, вот там, в курс входит обучение PPC. Я говорю, ну так же не входит, настроить PPC можно, сделать какие-то действия можно, и я не собираюсь сидеть, анализировать и жить этим PPC. В PPC генерации заработка не будет. Слушай, ну, я тебе скажу, это конвертация трафика, и даже есть такой вид заработка, как конвертация трафика, я раньше тоже таким промышлял. Согласен. Когда ты просто берешь и скупаешь товар, вернее, берешь и скупаешь трафик, берешь его, и смотришь на конвертацию, и все, ты просто как бы смотришь соотношение положения. Если ты посмотришь, отчет нормального нет PPC, в том-то и дело, в этом проблема. Если бы PPC… Нет, да, он вообще как бы… Мне нравится, знаешь, мне нравятся специалисты, которые по Гуглу и по Яндексу сидят и учат PPC, занимаются PPC. У всех свое личное мнение, кто-то там сильно загоняет свой PPC. Я просто к тому хочу всех призвать, что не рассчитывайте, особенно новички, особенно те, кто так, в состоянии в таком начальном, что вы с PPC будете просто зарабатывать деньги. То есть, вы сделали классный товар, предложение, все сделали, запустили PPC, как там, мне вот это нравится, 10-15 отзывов и PPC. Да, да, ну ништяк, вот это запуск. Вот. Не рассчитывайте на то, что вы с этого начнете зарабатывать. Вы начнете с этого деньги тратить. Вот. Из-за этого все остальное это как бы на любителя. А я PPC использую чуть-чуть позже, чуть-чуть по-другому. То есть, мне надо определенное действие, мне надо поднять какой-то ключ, мне надо получить какие-то фразы. То есть, очень дозированно. То есть, я его не использую там, я не знаю, в глобальном таком понимании. То есть, ты нон-стопом не льешь? Да, вообще не льешь. Да, мне не нужны эти программы там, мне не нужны… Я, мне надо поднять, я там точный соответствие поставил, мне надо что-то еще там сделать. Хотя сейчас говорят, что хуже стало работать. Мне надо получить фразу, я автомат поставил. Ну, она капает и капает. То есть, это дополнительный инструмент. Не более того, он не является ни 50% от моего продвижения, там, или еще есть, ни 40. Это он занимает свою нишу там, свои 10%. Так же, как классный листинг, так же, как классные фото, так же, как классные раздачи, так же, как, я не знаю, там, чем-то там. Не верифай его отзывы. То есть, целый комплекс. Он входит… Да, все должно быть в комплексе. Да. Он именно входит, как маленький-маленький такой, ну, не маленький, такой серьезный фундамент, кирпичик, но не более того вообще. То же самое же, как выбрать товар, то же самое, как это. То есть, и все. Не знаю, я не смотрю, а многие прям реально ко мне приходят и говорят, просто как будто мана небесная, сейчас вот мы запустим, вот сейчас мне кто-то… Я со многими людьми разговаривал, и ничего им не сделали. Ни гуру, ни кто, е-мое, там, запускали там, что там, миллионы трафика льют туда, е-мое. Конечно, надо много трафика лить, чтобы получить статистику два месяца продвигать. Блин, ну сколько бабла, е-мое. А если нет? А если мало залил? Ну, ты мало денег залил, статистику не наберешь. То есть, из-за этого подход вопрос. У меня подход нет такого, чтобы там что-то намыть, что-то определить, потому что я считаю, амазон постоянно меняется, и то, что мы набираем эту статистику, со временем может что-то скорректироваться. Вот. Ничего-то плохого нет. Есть просто стратегии, я ей не пользуюсь. Мне она не интересна вообще. Вот, пока есть альтернативы, я буду ими пользоваться. Вот и все. То есть, я по-честному говорю, как есть. Нет, не о чем пока дискутировать, потому что у меня еще товар не на амазоне. Вот. Когда он будет на амазоне, я хочу сначала с ним сама поковыряться, потом, если почувствую необходимость, так и взять консультацию, узнать. Ну, скорее всего я буду брать консультацию у тебя, потому что мне интересно узнать. У меня есть конкретные вопросы. Вот. Скорее всего возьму консультацию у Саши Ковалева, потому что у меня тоже есть конкретные вопросы по PPC. Вот. И, ну, в начале в любом случае буду сама ковыряться, применяя свой опыт. Ну, потому что просто это интересно. Вот я тебя услышала, да, есть о чем подумать Ну то есть у нас с Сашей Ковалевым Мы с ним практически не общаемся в этом направлении У нас две кардинально разные Политики в этом направлении Из-за этого там есть люди, которые Абсолютно на той стороне Есть посередине, есть на моей Есть кто более еще крайний Вот, по поводу разговора о том, что Без PPC нет органики Но если у вас наша задача одна Привести Хороший, востребованный товар, даже вот так сказал Востребный товар на Амазон и чтобы он был в трафике Трафик можно создать за счет PPC За счет первых страниц, вот и все Слушай, ну вот у меня товар на арбитраже Которые собственные листинги Которые никак не рекламировались Не делались на них ни выкупы, ни отзывы Ни PPC, и тем не менее продажи идут Ну и класс Есть ниша, где малая конкурент А я и на первой странице Но когда у тебя через собственно Собственного листинга через неделю Идет уже там 5-7-10 Продаж на увеличение, то мне кажется Это вполне Не, ну это отличный товар, который сам продается Таких товаров почти нет Вот у меня из тех, кого мы запускаем Я тебе вам таких товаров назвать Ну, давай, давай А ты мне их давай Я по-своему отхарактеризую И у тебя будет понимание С моей стороны, как я анализирую товары А у меня будет понимание с твоей Как ты считаешь, что они тоже классно продаются То есть я понимаю товар тот, который продается сам по себе Это как некоторые тоже считают Вот он сейчас листинг ему кто-то напишет За 500 долларов И он сейчас сам будет продаваться Я в это тоже не верю вообще Комплекс, да Сочетание всех факторов влияет И, конечно, результат Я тебе скажу, что я пришла к выводу Что очень большую роль играет сам аккаунт Сумасшедшая роль играет Потому что, ну вот Я же пишу листинги на всех своих аккаунтах Но быстрее листинги только со старта Понятно Вполне будет, кстати, хорошая-хорошая вещь Но мы просто работаем с огромным количеством новых листингов Соответственно, мы Тогда у меня опыт есть только работы с новых листингами в основном С новых и не с очень новых, так сказать Но явно не годовалок и не двухгодовалок Ну, точнее, годовалок не было Ну, я понимаю, да-да Ну, я сейчас речь шла о том, что вот О запуске без рекламы, без выкупа Вот на старом аккаунте Ну, прикольно тогда Позже об этом задумывается И ощущение, что Амазон сам это все двигает Вполне возможно, вполне возможно Кстати, я об этом никогда не задумывался Потому что я говорю, в основном продвигаем товары, которым там Ну, полгода листингом там, такие вот листинги Посмотрим, что Будем опыт набирать Но если такие товары есть, я говорю Опять же, мне наберешь, я тебе расскажу Я тебе могу дать, допустим, на анализ один товар Который очень хорошо продает И я думаю о том, как Просто я не могу разорваться на тысячу хомячков Ну, я тебе говорю, созвонимся Я не люблю, не люблю, знаешь, какая-то самая Закрытую анализируйте, потом рассказывайте Я люблю, вот, онлайн Созвонились и конкретно пообщались по этому товару Какие минусы, какие плюсы Я вижу именно со стороны всех этих программ И своего, может быть, я просто знаю там опыта какого Ну, и все Так что я говорю Давай я сутками, потому что мне надо детей Укладывать Все, все, да, отработали Все, пока Я потом в камере почитаю онлайн Все, всем счастливо Все, всем пока Всем пока Пока